И с нами на связи Марк Фейгин, российский политический деятель, адвокат. Здравствуйте, Марк Захарович. Рад приветствовать. В Луганской области формируют центр, куда свозят служащих, военнослужащих, отказавшихся воевать в Украине. Это информация издания «Верстка». Это что, вот, фильтрационный лагерь для своих? Ну, я думаю, да. Да, потому что с ними будут работать. Может быть, кого-то еще смогут вернуть в окопы, что называется. А какую-то часть будут после фильтра, может быть, даже привыкать к ответственности. Я бы такого тоже не исключал. Ситуация острая, поэтому просто так не отпустят. Тем более, что это же заразно. Поэтому наверняка у этого будет продолжение. Да и доходят сведения из России, что на самом деле, вот, в сюжете сказали, что пока еще никого не привлекли. Но не привлекли по какой-то статье, которая впрямую связана с нарушением воинской присяги или чего-то подобного. А по другим статьям могут и привлекать. Мы просто об этом не знаем. Информации не доходят. Ну, вот, когда-нибудь, да, эти военные вернутся в Россию. Какое вот к ним будет отношение? Заклеймят позором или все-таки с пониманием отнесутся? Да вы знаете, если они не будут об этом рассказывать, те, кто избежит какой-то ответственности, то, и честно говоря, никто и не будет особенно интересоваться, что там с ними в армии происходило. Поэтому, на самом деле, вы знаете, мне кажется, тут больше безразличные отношения. Ведь провоцирует к себе враждебное отношение к таким военнослужащим, отказавшимся по контракту, участвовать в СВО, с этой так называемой операцией, именно власть. Если власть не дотягивается до таких, да, не заключает под стражу, не сегрегирует как-то особенно, это люди с самых низов в основном. Там мало кто рассчитывает на карьеру после отказа службы в Украине в связи с войной. То, честно говоря, я думаю, никто никак не будет к этому относиться, никто не будет племеть позором и так далее. Всем все равно. А вот эти стены позора, да, на которых вывешивают фотографии, они отказались там воевать в Украине, вот как к этому относиться? Смотрите, я думаю, я не знаю этого, но я думаю, что вывешивают тех, кого со службы уволили за отказ. Насколько массовое это явление и какое количество увольняют, мы не можем судить, мы не понимаем этого. Это десятки, это сотни, это тысячи, это десятки тысяч людей, мы не знаем. Поэтому тех, кого они вывешивают, скорее всего, уже на службе не состоят. Я так подозреваю, с ним контракт разорван, потому что кое-какие вот суды идут по восстановлению на службе, но в основном, конечно, не на службе по контракту в Минобороне РФ, а по контракту, который по службе, например, это сотрудники ОМОНа, вот было мощное дело в Краснодаре, на Дальнем Востоке такое же дело есть, мне известно, там адвокат мне писал. Вот, вот я подозреваю, что эти люди с этой доской позора, ну, в общем, если она в части стоит, эта доска, то, честно говоря, им ни горячо, ни холодно. То есть, конечно, у таких людей в личном деле, неважно, там, в служебном или где-то, значит, в соответствующих органах, будут отметки, что они себя представляют, мол, отказались участвовать в военной операции и все такое. И явно будет черно эти метки стоять. Но вот так, чтобы это впрямую, как на них сказывалось, я не думаю. То есть, вот, фактически солдату, попавшему в такой фильтрационный лагерь, да, или вахту там полевую, и как они это называют, я не знаю. Важно продержаться, да, вот этот прессинг, который над ним проходит, продержаться и главное попасть уже на территорию страны, где юридически он может себя защитить. Ну, не то, чтобы он сильно себя может защитить, но, во всяком случае, находясь дома, там, где они по месту жительства и так далее, они действительно могут хотя бы обратиться к адвокату. Не знаю, насколько в какой-нибудь регионе, в провинции это может быть эффективным. Подать в суд, в конце концов, написать заявление в надзорный орган, в прокуратуру, например, еще что-нибудь. Повторяю, это не факт, что это спасет его отчет существенного, но, в принципе, как бы, как это обычно по русской практике, не захотят связываться. Ну и бог с ним. Субтитры сделал DimaTorzok